Его рост 180 сантиметров, его вес 61 килограмм. Ему 25 лет и он является чемпионом турниров в Кунг-Лумфае. Его профессиональный рекорд 5 боев, 3 победы, одно поражение и одна ничья. Из города Караганда, Казахстан, Нурберген, Шарипа! Его соперник в красном углу октагона, его рост 169 сантиметров, его вес 61 килограмм. Ему 25 лет и он чемпион южного федерального округа по грэпплингу. Это его профессиональный дебют из города Краснодар, Россия. Мартазалий, Наби Юлали! Затылок, позвоночник, пах, не бьем. Пожали руки, полгон. Готов, боец? Готов, боец? Бой! Первый раунд. Нурберген, Шарипов против Мартазалина, Биулаева. Выбрасывает лоу-кик. Нурберген, Шарипов. Посмотрите, какая действительно ощутимая разница в росте. Удар с разворота по туловищу от Шарипова. И успевает бросить в ответ лоу-кик Мартазалина, Биулаев. Еще один мощный лоу. Немножко заваливается сейчас Мартазалина, Биулаев. Но это неудивительно, потому что он пытается дотянуться до соперника, а не дойти ногами. Поэтому он начинает валиться вперед. Мартазалина, Биулаев. Хороший грэпплер, как мы знаем. И я не удивлюсь, если вот после такого недолгого, а может быть и длительного футворка, все-таки поймает свои шансы, переведет в портер. Ох, хорошо достает. И несмотря на разницу в росте, Мартазалина, Биулаев боковым. И еще раз цепляет, цепляет. Так, пока нету акцентированных ударов, да. Но при всем при этом видно, что уже находит постепенно вот тот свой ритм, ту свою дистанцию. А вот сейчас как будто так играючи и издевательски бросил джеб Нурберген Шарипов. Так вот, я продолжу мысли, нет ли смысла сейчас Мартазалина, Биулаеву пробовать счастье как раз-таки в портере, навязать грэпплинг. Ну, по-моему, это его самый реальный шанс. Потому что биться с соперником, настолько превосходящим у тебя в росте, ну, это надо обладать очень хорошей ударной техникой. И хорошо держать удар при этом. А тем более, если ты являешься представителем борьбы, то самое милое дело пройти в ноги и там попытаться завязать, забороть как-то. Было бы логично. Но пока мы не видели даже ни одной попыточки в исполнении Мартазалина Биулаева пройти в ноги или в корпус и сократить дистанцию вот таким образом. А то мы видели пока только попыточки перебить своего оппонента, ответить ему тем же. Да, но смотрите, Вадим, у него также есть шанс более низкорослого спортсмена, да, это подловить джеб и пробить сразу через руку на опережение. Тоже таких очень много было нокаутов. Но, кстати, джебов-то Шарипов выбрасывает довольно мало. В основном поддавливает, режет углы. Вот хорошо. Через руку неплохо бросал Мартазалина Биулаев. Не застаивайся, ходи-ходи, абсолютно верно. И сейчас опять достает Мартазалина Биулаев. Ну и вот, вот шанс. Подхватывает одну ногу. Будет ли подсечка или зацеп? Нет, полноценный трейкдаун не получается. Перевода в партер нет. Что будет сейчас? Да, действительно, правосекунданты необходимо усадить сейчас. Мартазалина Биулаеву, Нурбергера Шарипова на пятую точку. И там уже как следует озадачить. Ну молодец Нурбергер Шарипов. Хорошо защищается. И мы видим, что немало затратил сил. Вот в этой борьбе на ногах Мартазалина Биулаев. Неудивительно, так активно двигается. Дышит очищенно. И опять в одну ногу подхват. Ну не получается. Не получается пока что перевести на канвас. Нурбергера Шарипова. Мартазалина Биулаеву. Борьба в стойке недолгая. Молоточком в височную часть сейчас ударил Нурберген Шарипов. Боковой контроль. Впрочем, недолго. Ну вот не дает подниматься Шарипов на Биулаеву. Сколько секунд, интересно, осталось. Исчез у нас, к сожалению, электронный секундомер. Ну все, окончен первый раунд. Ну что тут можно сказать? Как со стороны одного спортсмена? Нурберген Шарипов против Мартазалина Биулаева. Боковой контроль. Доставит передней рукой. Несколько раз сейчас Нурберген Шарипов. Хороший раунд. Рукик, тяжелый. Еще один. Но так нельзя бедра отдавать. Мартазалина Биулаева. Мы видели, что было в прошлом поединке после пропущенных лоу-киков. Да, и казалось, боец сам не сдался. Вроде бы был в состоянии продолжать поединок. Но его ноги были категорически при этом не согласны. Удар с разворота. Выбрасывает Нурберген Шарипов. Еще один лоу от казахстанца. Да, лучше подключать руки, говорят секунданты Набиулаева. Останавливает пока бой о заматке рефов. А что случилось-то? Стоп, время. Да, действительно, что произошло? Был какой-то нелегитимный удар? По-моему, нет. Подождите, или же Нелады с настилом? А, да. Видимо, надо протереть пол. Судя по всему. Да, да. Проскользнул здесь немножечко. Да, и едва не стоило это... Скажем так, едва не поплатился за скользкий канвас. Мартазалина Биуилайф. Причем вины его в этом никакой не было. Ну что ж, местные красавицы... Тоже наблюдают, что говорит о растущей популярности смешанных единоборств не только среди сильного пола, но и прекрасной половины человечества. Ну что ж, возобновляется поединок. Восстановился, как мог. Мартазалина Биуилайф и тут же пропустил двойку. Да, хороший удар справа через руку нанес Нурдерген Шарипов. Еще один тяжелый. Передней рукой сейчас теснит Нурдерген Шарипов. Ну вот удивительно, почему не может успеть никак Мартазалина Биуилайф подхватить ногу оппонента после лоукика, потому что нацелен его бить Шарипов. Да, действия действительно ожидаемые. Хотя с другой стороны Роман зачастую со стороны кажется все не так быстро протекает, чем в реальности. И тут действительно попробуй подхвати. Еще раз достает несколько раз. С передней руки Нурдерген Шарипов. И хороший боковой заходит у бойца из Казахстана. Голова Куарбос сейчас работает Нурдерген. Аперкот. Пробуют разные варианты. В том числе и из бокса. Опять жесткий лоукик. Пошел полез в размин с Мартазалина Биуилаев. Но судя по всему это и нужно Нурдергену Шарипову. Именно на это казахстанец и выманивает своего оппонента. И снова размен. Кричат колено. Я думаю, что это кричат Шарипова в первую очередь. Потому что соперник нагибается в момент нанесения ударов. Наклоняет голову вперед и не видит вообще куда бьет. И снова идет с ударами, заваливаясь Мартазалина Биуилаев. И пропускает же. Меньше минуты до завершения второго раунда. Провалился. Вынужден вот так убегать даже Мартазалина Биуилаев, чтобы себя обезопасить. Тяжело. Тяжело с таким высоким, понятно. Но надо бороться, мне кажется. Хотя, конечно, на Биуилаеву виднее, что нужно делать в вредной ситуации. Но под постоянным расстрелом находится Мартазалина Биуилаев. Очень зрелищно. И вот так вот обессиленно приземляется Мартазалина Биуилаев. Немало лоу-киков набросал ему за минувшие пять минут. Простите за автологию. За прошедший раунд. Нурберген Шарипов. И, конечно, сейчас, когда уйдет адреналин, посмотрим, каково будет в заключительные пять минут воплощать в жизнь свою работу Мартазалина Биуилаеву. Здесь действительно нужно как следует размять бойца, дабы мышцы не остыли. Минимизировать таким образом те болевые ощущения, последствия болевых ощущений. А они однозначно должны быть после второго раунда. Это, опять же, по причине тех самых тяжелых лоу-киков Нурбергена Шарипова. Полотенце, да? Полотенце. Готов, бэри? Готов? Вот осматки рефов. Как настоящий хозяин в клетке. Да, кстати, победитель гран-при. Текреп прошлого сезона. Представляющий местный клуб «Гладиатор». Пропускает сейчас опять жесткий удар. Мартазалина Биуилаев. Да, отворачиваться не надо, конечно. Я сейчас обращаюсь еще раз. С джеба тяжело заходит Нурберген Шарип. Да, нужно отвечать, говорят. Мартазалина Биуилаеву. Не позволять вот так вот уверенно, беспрепятственно, тем более в заключительном раунде, набирать очки своему сопернику. Дает подняться Шарипов на Биуилаеву. Требует от Мартазали за ругона конкретного. Говорят, иди вперед, дерись. Но, наверное, по сути, это единственный выход сейчас, уж коль скоро на Биуилаев не хочет бороться. Вот первая попытка, да, не прошло и трех раундов. Но очень хорошо защищается от перевода Шарипов. Более того, оказывается, он сейчас сверху. Да, действительно. Попробовал сейчас перевести в портер своего оппонента. Это Артазалина Биуилаев, но не поздно ли, есть ли силы. Все мы знаем, что работа в портере, на конвасе, она очень издурительная, очень энергозатратная и требует мощной взрывной силы. Если дело, речь идет о первых раундах, это понятно. Но когда уже практически большая часть поединка позади, то здесь, конечно, на первый план могут выйти морально-волевые качества и функционал. Неудачный проход ноги от Мартазалина Биуилаева. Поднимается он, вот сейчас цепляет левым и исполняет то, что от него требовали. Да, это драка. Но это его единственный шанс выиграть бой. Единственные. Две минуты остаются еще у Мартазалина Биуилаева, чтобы улучшить свое положение и все-таки вырвать победу в этом поединке. В очень тяжелом бою. Конечно, уповать на победу по очкам. Здесь Мартазалина Биуилаева уже однозначно не стоит. Хватанул сейчас, кстати, правый в подбородок Мартазали. Вот такой, вскользь. По туловищу пробивает Шарипов. Почталиланчик от Мюрбергена. Вот и ответ. Устал, устал. Мюрбергена Шарипова. Мартазалина Биуилаева уже попытался он собрать волю в кулак и собрать всю силушку. И вот этот самый кулак направить в голову Нурбергену Шарипову, но не получается. Уже, конечно, бензина нет. Да, и честно говоря, было бы интересно знать, что сейчас в мыслях у российского спортсмена. Закончить этот бой на ногах, то есть не проиграть досрочно. Или же все-таки цель максимальная. И цель это вырвать победу на последних секундах. Но пока что предпосылок никаких мы не видим. Несмотря на ряд удачных попаданий у Мартазалина Биуилаева. Но к этой секунде, минуте, как угодно Нурберген Шарипов уверенно заканчивает поединок. в свою пользу. Из последних сил идет вперед Мартазалина Биуилаев. И окончен этот тяжелейший бой. Ну что, Роман, можно, конечно, отдать должное старанию воле Мартазалина Биуилаева. Он бился как лев. Но все-таки, все-таки, если быть объективными, по крайней мере, стараться быть таковыми, по количеству точных ударов, по количеству сильных ударов, а бой проходил преимущественно в стойке, Нурберген Шарипов выглядел гораздо убедительнее. Да, полностью согласен. И если уж говорить, да, о шансах, то мне кажется, что Мартазалина Биуилаева надо было работать примерно так, как он это делал во втором раунде, когда рискованно, нагло по-спортивному работал двоечками, шел вперед именно. Да, не от соперника, а сокращал дистанцию, пробивал вот эти свинки справа, которые проходили у него. А просто уже, когда надо было зарубаться, уже, по сути, было нечем. Бои, поездочечественникам, единогласный решающим судей победу отдержал Мартазалий! Дарья Милюк Маген! Что-то перепутал наш ринг-анонсер. Как так? Ну, ребят, Ну да. Удивился даже сам Марта Залиб. Свою четвертую профессиональную победу одержал Нурберген Шарипов. Законный владелец этой победы. Справедливость уже сравнивала. Субтитры создавал DimaTorzok